Шапка-кошка крючком на мамочкином канале. Всем привет! Меня зовут Роника. Посмотрите, как у меня шапочка. Эту шапку-кошку я связала в подарок для дочки известного видеоблогера Ирины Соковых. На видеоканале Ирины очень много видео про систему FlyLady, которую я очень полюбила. Если вам интересна тема, как оставаться счастливой хозяйкой, то переходите на канал Ирины, кликнув на окошечко, которое сейчас на экране, или ссылочку найдете под моим видео на YouTube. Эта шапочка очень простая в исполнении. Если даже только вы задумываетесь, а не попробовать ли вам вязать крючком, то я думаю, что эта шапочка это как раз тот вариант, с которого можно начать. Как обычно, я записала в видео мастер-класс, как связать такую шапку на любой размер. Но если возникнут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу. Итак, приступим. Я буду использовать пряжу Alize Bella Batik. Она такой секционной окраски, и поэтому шапочка становится интересней. Но в принципе, можно использовать любую пряжу. В Bella Batik метраж 180 метров, 50 граммах, это 100% хлопок. Можно вязать и с хлопка, можно вязать и с полушерсти, можно вязать и с хлопка с акрилом, и с хлопка с вискозой. В принципе, для этой шапки годится любая пряжа. В зависимости от того, на какой сезон вы вяжете. Крючок я буду использовать номер 3. Для моей пряжи он очень подходит. Буду я вязать шапочку на обхват головы 50 см примерно. Но в принципе, эта шапочка годится и на 50-52 см. То есть, это примерно на 3-5-6 лет. Так, на 50 см буду ориентироваться. Берем половину этой мерки, 25 см. И еще чуть-чуть поменьше даже. Будем ориентироваться на 24 см. Вы берете свои мерки и тоже берете, ну, чуть-чуть на сантиметр, на полтора поменьше. И начинаем набирать цепочку из воздушных петель. И будем ориентироваться вот по этой мерке. Делаем первую петельку. И дальше. В принципе, нам нужно считать количество петель. Нам нужно, чтобы количество петель было кратно 6. Первую считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И дальше вот так шестерками и считаем. 3, 4, 5, 6. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так дальше. Шестерками считаем, пока не достигнем нужной ширины цепочки. Я набрала в итоге 54 воздушных петли. И в принципе, если не считать 3 последние петельки, вот их зажать, то примерно должно быть наша измеренная 24 см. Если натянуть цепочку. Первые 3 петельки, которые я не считаю, это у нас уже заменяет первый столбик с накидом. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4 в пятую петлю от крючка, делаем накид, вяжем веер. И вяжем столбик с накидом, туда же второй столбик с накидом, 1 воздушная, туда же третий столбик с накидом, и туда же четвертый столбик с накидом. Веер. 2 столбика, воздушная 2 столбика. Дальше накид, пропускаем 2 петельки, в третью вяжем столбик с накидом. Накид, пропускаем 2 петельки, вяжем веер. Столбик, туда же второй, воздушная, туда же третий, туда же четвертый. Итак, чередуем целый ряд. 2 пропускаем в третью столбик, 2 пропускаем в третью веер. И проходимся до конца цепочки. Итак, довязываю я ряд до конца. Вот у меня на этих 54 петельках получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 пока что вееров. 2 петельки пропускаю, в третью вяжу 9 веер. У каждого тут может получиться свое количество, в зависимости от того, сколько набирали петель. И одну петельку пропускаем, в последнюю, она тут немножко затянулась у меня, вяжем столбик с накидом. Это столбик с накидом, такой же, как мы вначале пропускали 3 воздушных, вот эти первые 3 воздушных, как раз заменяют вот этот столбик с накидом. Чтобы узор на обеих концах был одинаковый. Дальше мы сразу делаем накид и сразу в ту же петельку, откуда выходил веер с этой стороны, поворачиваем вязание и вяжем веер с этой стороны. Ниточку сразу прокладываем, можем ее прятать. Первый столбик туда же, откуда веер выходил, второй, воздушная, и еще два столбика туда же. То есть веер вяжем в ту же самую петельку, в которую был провязан веер на другой стороне. В принципе, здесь большие дырки, здесь красиво у нас не уберется сейчас эта ниточка, поэтому можно ее даже не прокладывать. Дальше накид в ту петельку, где был столбик, вяжем столбик. Накид в петельку, где был веер, вяжем веер. И опять проходимся до конца ряда, провязывая, чередуя веер, столбик, веер, столбик, веер, столбик и до конца ряда. Довязала я всю полосочку до конца, последний веер, и теперь прикрепляемся в конце ряда в воздушную, которая ближайшая к первому вееру. Вот она. Дальше уже столбик идет. Прикрепляемся соединительной петелькой. Все, первый ряд замкнулся. Начинаем второй ряд. Вытягиваем петельку на высоту примерно столбика с накидом, может чуть поменьше. Делаем накид. И теперь на основании воздушной между веерами, на основании, то есть огибаем ствол этих воздушных, вяжем выпуклый столбик с накидом. То есть это просто столбик с накидом, но на основании цепочки из воздушных петель. Выпуклый столбик с накидом. Он стал выпирать. Дальше, внутри веера, под воздушную, следующего веера, вяжем тоже обычный такой же веер. Внутрь два столбика, воздушная, туда же два столбика. Веер над веером. Дальше встречаем столбик. Тоже над ним выпуклый столбик с накидом. Огибаем ствол столбика и провязываем так же, как столбик с накидом. Над веером веер. Над столбиком выпуклый столбик с накидом. И опять же, проходимся так целый круг. И проходим даже вот этот бок. Над веером веер. Над столбиком, который у нас сбоку, тоже выпуклый столбик. И уже сразу сюда. Над веером веер выпуклый. Веер выпуклый. И так придем в самое начало ряда. К этой нашей вытянутой петле первой. Вот прошлась я до конца второй ряд. Здесь, когда проходим уголочек, не даем петлям между столбиками очень растянуться. У нас должен уже вверх вот так загибаться, как шапочка. Провязала последний веер. Начинали мы со столбика. И вытягивали вот эту петлю, которой мы сейчас присоединяемся соединительной петелькой. И снова повторяем такой же ряд. Вытягиваем петлю, накид. Над столбиком делаем столбик. Такой же выпуклый. То есть над выпуклым столбиком делаем теперь всегда выпуклые столбики. Внутрь веера, как всегда, вяжем веер. И провязываем опять так круг до конца. Итак, довязала третий ряд до конца. По три веера с каждой стороны. После последнего веера опять прикрепляемся к вытянутой петле у первого столбика соединительной петелькой. И сейчас немножко изменим узор. Начнем расширять шапочку немного. Над выпуклыми столбиками мы вяжем такие же выпуклые столбики, как и вязали. Над каждым причем. А веер немножко изменим. Опять в центр веера вяжем два столбика, две воздушных и туда же два столбика. То есть вместо одной воздушной мы связали две воздушных. Так будем вязать в каждом веере и это расширит наше полотно. Над выпуклым столбиком опять выпуклый и опять над веером немного расширенный веер. Два столбика, две воздушные, туда же два столбика. И опять проходимся так целый круг. Прикрепляемся опять к вытянутой петле. И так дальше ряд за рядом мы будем повторять этот четвертый ряд. Когда уже шапочку свяжете на какую-то высоту и сможете ее уже примерить, то посмотрите, как она по объему, не тянет ли. В принципе, можно добавить и третью воздушную, если что, между столбиками в веере. Если нужно еще расширить, тогда будет дырочка побольше. Если это такая летняя шапочка, то можно и побольше сделать дырочку. Или переходите тогда на больший номер крючка, если нужно будет шапку еще расширить. Но я думаю, что и без этого будет все хорошо. Узор очень эластичный, так что вяжем шапку до нужной высоты. Вот я и связала шапочку. Получилась она у меня 19 сантиметров в высоту. Закончила я таким же рядом, ничем больше не обвязывала. Одну связанную такую шапочку я подарила, как я говорила в начале, для девочки 4 лет. И эту шапочку я связала для дочки 6 лет. Здесь, с этого примерно места, я перешла на больший крючок. Но она получилась совсем у меня свободная. Даже на будущее хватит. Надеюсь, у вас тоже получится такая шапочка. Не стесняйтесь задавать вопросы, если что-то не поняли. Если вы еще не подписаны на Мамочкин канал, но вам стало интересно предложенные мной модели, то подписывайтесь. Спасибо за внимание. Пока!